15 апреля 1985 года. Афганистан. Район Кандагара. В 6 часов утра разведрота 56-й бригады ВДВ получила приказ занять высоту 15.39, но неожиданно наткнулась на убийственные огни. Зенитная установка СГУ и крупнокалиберный пулемет ДШК располагались в скальном уступе, защищенном со всех сторон. Командир роты старший лейтенант Владимир Найдин понимал, если не придет помощь, разведчики обречены. Надежда была только на авиацию. Мы находились где-то в метрах 600-700 на соседнем склоне горы, потому что мы не могли туда пройти. Там почему было два именно точки, там было ДШК и ЗГУ. ДШК работало по наступающим, наземным частям по нам, а вот ЗГУ работало по воздушным целям. И поэтому, если вертолет довисал, то противник его сбивал. За час прямо на глазах разведчиков было сбито два вертолета. От бомб огневую точку Душманов надежно укрывалось. Когда положение роты стало отчаянным, в небе появились штурмовики Су-25. Вырвавшаяся из-под крыла ракета, словно направляемая невидимой рукой, угодила в единственное уязвимое место. Уже позже писантики узнали, что чудо-ракет, которые в этом бою спасли им жизнь, назывались Х-25. Так началась история боевого применения высокоточного тактического оружия. Первые попытки создания управляемых ракет были предприняты еще в 40-е годы. В силу особой секретности, все изделия были зашифрованы индексом Х. Позднее, с принятием ракетных систем на вооружение военно-воздушных сил, Х переместился в начало названия и трансформировался в русскоязычное Х. Но особый статус это оружие имело всегда. И сегодня мы впервые расскажем об истории создания управляемых ракет с лазерными системами наведения. Ракета Х-25. 21 октября 1941 года. Москва. В 23.30 зазвучал сигнал воздушной тревоги. Девятилетний Вадим Кореньков привычно схватил сумку с противогазом и побежал на свой пост. Крышу одного из домов. Он должен был тушить зажигательные бомбы. Вадим увидел, как здание Мосгоркома ВКСББ на Старой площади быстро снизился вражеский бомбардировщик. От него отделилась огромная бомба и через несколько секунд мощный взрыв затряс пост. Сила ударной волны была настолько мощной, что выбила окна в радиусе 5 километров. Этот случай произвел сильное впечатление на Вадима, который, окончив в 1951 году школу, поступил на отделение авиационного вооружения МАИ. Сам самолет, как летательный аппарат, ну он не представляет интереса, правда? То есть, либо это какая-то функция у него должна быть. Но вот если говорить о боевой авиации, то это прежде всего, конечно, вооружение. 5 января 1954 года летчик-испытатель Григорий Седов поднял в воздух первый советский сверхзвуковой истребитель МиГ-19. Открывалась новая эпоха развития авиации. Летающие на огромных скоростях самолеты требовали принципиально другого вооружения. Уже на МиГ-17, МиГ-15 ракеты нужны были. Ракеты нужны были с самого появления реактивной авиации. Ведь уже ракеты применяли даже и на винтовых самолетах. Но просто развитие вот этого вооружения у нас было, в общем-то, еще недостаточным для того, чтобы вооружать эти самолеты. В том же году в МАИ на факультете вооружения в обстановке полной секретности формируется специальная группа. Туда попал я, туда попал Геннадий Соколовский, генеральный конструктор СБ «Вымпел». Оказалось, что это новая специализация в Московском авиационном институте в направлении ракетного управляемого вооружения. Позже выпускники этой спецгруппы составят конструкторскую элиту авиационного управляемого вооружения. Но в середине 50-х ракетная техника была в диковинку не только для студентов, но даже для преподавателей. Поэтому лекции читали действующие специалисты из ведущих ракетостроительных КБ. Еще не окончив институт, Вадим Кореньков с двумя сокурсниками получил предложение от знаменитой фирмы «МИХ». А уже совсем скоро молодые специалисты стали участниками драматических событий начала 60-х годов. Совершенно секретно. 6 сентября 1957 года. Москва. Командующему истребительной авиацией войск ПВО страны, генералу-полковнику Евгению Яковлевичу Савицкому. Докладываю. Сегодня во время выполнения учебного полета командир эскадрильи гвардейского истребительного авиационного полка обнаружил идущий на высоте около 20 тысяч метров крестообразный самолет неизвестной конструкции. Попытка его перехвата окончилась неудачей. Командир отдельного субстанского корпуса войск ПВО страны, генерал-майор Юрий Вотинцев. Это был еще неизвестный для советских ПВО американский высотный разведчик У-2. В течение нескольких лет У-2 безнаказанно бороздили небо над Советским Союзом, залетая даже в воздушное пространство Москвы. В апреле 1960 года Никита Хрущев провел экстренное заседание Политбюро ЦК КПСС по пресечению полетов американских самолетов-шпионов. На МИГе уже шла интенсивная работа по созданию новых высотных перехватчиков. Но в Советском Союзе не было ни одной авиационной ракеты, способной поражать цель на большой высоте и с любого ракурса. Задачу по ее созданию Артем Микоян и поручил Вадиму Коренькову. Это, конечно, было очень заманчиво, очень интересно, окунуться сразу же вот в такое реальное, конкретное дело. 1 мая 1960 года. Около 4 часов утра в спальне первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева раздался телефонный звонок. Председатель КГБ Шалепин сообщил, что со стороны Пакистана неизвестный самолет на высоте 20 километров нарушил государственную границу СССР. «Сбить любыми средствами!» – распорядился Хрущев. Этот день стал кульминацией своеобразного соревнования между нашими ракетчиками и летчиками. Первый поразивший самолет-шпион получил бы не только награду, но и мог гарантировать безбедное существование своему виду войск. На перехват были брошены новейшие, еще не вооруженные истребители Су-7. Летчики получили приказ таранить неизвестный самолет. Одному из них удалось пролететь буквально в нескольких метрах от американского разведчика. Но когда в небе появились разрывы наших зенитных ракет, Су-7 удалось выйти из-под обстрела и вернуться на аэродром. Вслед за ним в воздух была поднята пара МиГ-19, которой повезло гораздо меньше. Один из самолетов был сбит советской зенитной ракетой, другой был вынужден прервать полет и приземлиться. Находясь в этот день на трибуне Вавзолея, улыбаясь и приветствуя пермамайские колонны, Хрущев едва сдерживал нервное напряжение. Наконец, к нему подошел главнокомандующий войск ПВО страны, генерал-полковник Павел Батицкий. И еще до осмотра обломков У-2 отрапортовал. Американский самолет сбит зенитной ракетой. О докладе летчику Су-7 и сбитом МиГе ни слова. С трибуны Вавзолея Батицкий спустился уже к генералам армии. Американский самолет пересек нашу границу и было выполнено, самолет был сбит. В КБ МиГ понимали, что предпочтение будет отдано ракетчикам. И потому работы по доведению новых машин шли почти круглые сутки. В 1961 году Вадим Кореньков, только что женившийся, получил приказ выехать в Астраханскую область на полигон Владимировка, где начались испытания легкого перехватчика Е-152. Это была первая разлука с семьей и, как оказалось, не последняя. Супруга молодого конструктора работала на киностудии Министерства обороны. И потому так же часто уезжала в командировки на съемки. Познакомился я с ней, когда снимался фильм об одном из самолетов с вооружением, где я участвовал как персонаж. Вот там мы и познакомились. Поэтому мы, так сказать, понимали друг друга достаточно хорошо. Это явилось, может быть, какой-то основой. Испытания ракеты К-9, над которой работал Вадим Кореньков, прошли блестяще. Но случилось то, чего так опасались многие авиаконструкторы. После триумфа зенитных ракет в стране начинается массовое сокращение авиации. С большим трудом удается отстоять лишь двухдвигательный вариант, известный в будущем как МиГ-25. Мало кто знает, что на его базе разрабатывался также и пассажирский вариант для быстрой переброски главы государства в безопасный регион в случае ядерной войны. Предполагаю, что, скажем, Хрущев Никита Сергеевич мог бы на таком сверхзвуковом самолете, скажем, совершить перелет на определенное расстояние, но быстро. Ну и мне, например, досталось заняться жизнеобеспечением. Есть отправление, да, это называлось жизнеобеспечением. Вот это меня молодую душу поколебало. Делать туалет, пусть даже и для руководителя государства, для молодого конструктора было неприемлемо. И Вадим Кореньков уходит в КБ-1, ныне известное как концерн «Алмаз-Антэй». Там он участвует в одном из самых секретных проектов начала 60-х годов. В правой книжке так записано. Главный ведущий конструктор темы. Моя тема была истребитель-спутник. Но несмотря на престижность космической тематики, всего через год Артем Микоян уговаривает его вернуться. Нужно срочно доработать новую ракету «Воздух-воздух». «Эр-3С» была практически точной копией американского «Сан-Дуиндера». В 1958 году, во время войны между Китаем и Тайванем, неразорвавшуюся ракету этого типа привез в своем корпусе «Советский Мик». В том же году в Москве на ВДНХ разворачивается экспозиция народов Севера. Зрители были поражены тончайшими работами косторезов. Но в один из дней на дверях павильона появился замок. Оказывается, знаменитые якутские мастера-косторезы получили важное правительственное задание. Дело в том, что все детали внутри американской ракеты «Сан-Дуиндер» были зафиксированы специальной смолой, превратившейся в твердый, как камень-монолит. Чтобы добраться до главных деталей, тотчайшей электроники пришлось обращаться к знаменитым мастерам, которые сумели освободить все детали, не повредив ни одного проводка. Это позволило не только изучить новое американское оружие, но и создать его аналог. Так у Советского Союза появилась первая ракета с тепловой головкой самонаведения – К-13. Но первые же пуски показали, что ракета еще далека от совершенства. Ее надо было наводить на пышущие жаром сопла авиационных двигателей и стрелять только в догон. Это резко сужало боевые возможности. Единственным выходом стало создание радиолокационной головки самонаведения. Вадим Кореньков сразу приступает к работе. Всего через месяц у МИГов появилась новая модификация ракеты. Причем сам конструктор не видел в таких сроках ничего экстремального. Считали это нормальным. И в авиации, по крайней мере, вот эта такая интенсивная работа, и причем очень ответственная с точки зрения отношения человека к делу, это была традиция авиационная. Поэтому по тем временам это не рассматривалось как какой-то трудовой героический поступок. Нормальную работу считалось. Параллельно в отделе вооружения КБ МИГ шла работа над радиоуправляемой ракетой РС-2, которая получит индекс УС, усовершенствованная скоростная. Но уже тогда Вадим Кореньков понимал, время подобного оружия прошло. Летчик должен был постоянно удерживать самолет противника в перекрестии прицела до самого попадания в цель. Для стремительного воздушного боя такой метод наведения был неприемлем. Вадим уговаривает Артему Михаяну попробовать пустить оставшиеся ракеты по танкам на полигоне. Основным средством сухопутных войск является танк. А ничего по танку нет. Вот почему вот этот эксперимент, он и был подчинен той идее, что в конечном итоге нужно получить оружие, которое было бы эффективно в условиях основного применения ударной авиации. Вот почему возникла эта идея. Результаты пусков оказались неудовлетворительными. Однако Кореньков настаивает, чтобы их результаты были внесены в итоговый акт испытания. Так появилась запись, которая еще сыграет свою роль через два года. Пуски ракет РС-2ОС по наземным целям возможно, но нецелесообразно, ввиду низкой точности при малой боевой части. Вскоре события в далеком Вьетнаме заставили советское военное руководство серьезно задуматься о создании управляемого оружия против наземных целей. Совершенно секретно. 17 января 1965 года. Москва. Министру обороны СССР, маршалу Советского Союза Андрею Антоновичу Гречко. 13 января около 20 самолетов ВВС США атаковали стратегически важный мост Бенкен в Северном Лаосе. Несмотря на активное противодействие вьетнамской ПВО, мост был уничтожен. Вьетнамские товарищи просят рассмотреть возможность поставки своим ВВС аналогичного вооружения. Старшие группы советских военных специалистов в Демократической Республике Вьетнам генерал-майор Геннадий Андреевич Вилок. Однако вьетнамские товарищи даже не подозревали, что подобного оружия у Советского Союза просто нет. У нас, вы знаете, был перекос, когда мы самолеты начали резать, а все, так сказать, преимущество отдавать и приоритет ракетам. И развитие авиации затормозилось на какое-то время. Мы потеряли, в общем-то, в развитии авиации где-то лет 15. В срочном порядке в постановлении ЦК КПСС и Солмина о разработке истребителя МиГ-23 вносится пункт о создании ракеты класса «Воздух-Земля». Именно тогда и пригодились результаты пусков ракет по наземным целям, проведенные два года назад. За образец была принята ракета РС-2УС, система наведения которой уже стояла на МиГах. Специально для новой ракеты на заводе в подмосковном Калининграде было сформировано опытно-конструкторское бюро «Сбезда», заместителем главного конструктора которого назначается Кореньков. Создание нового образца вооружения шло чрезвычайно быстро. Двигатель был отработан с новым цепловым аппаратом в течение четырех месяцев. Боевая часть была сделана в течение шести месяцев. Тридцать ракет уже, ракет, было сделано за шесть месяцев на заводе. Но первые наземные пуски ракеты, получившие индекс Х-66, выявили недостаточную точность. На последнем участке полета ее начинало бросать, и она уходила в сторону. Каждую неделю сотрудники на грузовой машине привозили на полигон доработанные изделия и проводили все новые и новые испытания. Хорошо, что здесь рядом. Увозили туда и получили испытания на треке вот этой установки. Двигатель боевой части, реальные взрывы, реальная эффективность, реальный разлет. В осколках, в осколках собирали, в буквальном смысле считали. В январе 1967 года весь Советский Союз начал активную подготовку к празднованию 50-летия Октябрьской революции. В ОКБ «Звезда» приняли обязательство представить новую ракету на госиспытание к этой знаменательной дате. Однако решить проблему точности никак не удавалось. Сдача изделия была на грани срыва. Выход из сложившейся ситуации был найден совершенно неожиданно прямо на полигоне во Владимирске. Рули ракеты, представленные тогда на испытания, имели несколько иную форму. По рекомендации специалистов из более именитых ракетостроительных фирм, их тогда делали более удлиненными. Как выяснилось позже, именно это обстоятельство мешало ракете ложиться точно в цель. Чтобы избежать лишних формальностей и согласований, Вадим Коренков договаривается со слесарем Калининградского завода за одну ночь и за литр спирта, Образно говоря, подрезать крылья на шести ракетах обыкновенной ножовкой. На следующий день на полигоне с первого захода летчик-испытатель Михаил Комаров поразил списанные радиолокаты. Также вели себя оставшиеся пять ракет с обрезанными рулями. В 1968 году ракета Х-66 официально принята на вооружение. Основной отличительной чертой новой ракеты стала многократно увеличенная боевая часть. Ее вес составил 103 килограмма, что позволяло бороться с танком. Она под углом 30 градусов пробивает броню до 50 сантиметров. Вот, что значит, такой боевой часть. Несмотря на удачные испытания, Х-66 не была в полном смысле высокоточным оружием. Самолетный радар облучал цель узким радиолучом, и ракета двигалась по нему, как по ним. Применяться она могла только с пикирования и при хорошей видимости цели. Резкие маневры могли привести к потере управления ею. Нужно было искать более эффективные способы наведения. Тем более, что на Западе разработка высокоточного оружия ушла далеко вперед. Совершенно секретно. 15 ноября 1969 года. Москва. Начальнику генштаба вооруженных сил СССР. На полигоне Чайный Лейк в Калифорнии проходит последнюю стадию испытания новой корректируемой авиационной бомбы с лазерной системой наведений. Изделию присвоено наименование ПВА-GBU-10, что говорит о его скором принятии на вооружение ВВС США. Это сообщение разведчиков не на шутку взволновало советское военное руководство. Сброшенная за 20 километров новая американская бомба попадала в цель размером в несколько метров. В случае начала боевых действий в Европе беззащитными оказывались бы командные пункты советских войск, радиолокационные станции и мосты во всей прифронтовой полосе. Учитывая удачную работу над Х-66, калининградскому КБ «Звезда» срочно дают задание создать ракету с лазерным наведением, получившую шифр Х-25. Для изучения свойств лазера на базе Ан-24 была построена настоящая летающая лаборатория. Этот самолет летал над всей территорией Советского Союза и снимал характеристики отражающих поверхностей. С размещением над крылом сверху гондолы с квантовым генератором, с прожектором, как мы его называли, с подвеской головок самонаведения под крыльями. Вот такая вот летающая лаборатория. А внутри фюзеляжа, там где грузы обычно перевозятся, там располагалась необходимая записывающая аппаратура, операторы и так далее. 19 марта 1971 года миллионы американских телезрителей в прямом эфире наблюдали сцену разгрома подразделений армии США и их союзников в долине Кувшинов на границе Камбоджи и Вьетнама. Кадры гибнущих солдат произвели тягостное впечатление. Это была последняя сухопутная боевая операция американских войск в Юго-Восточной Азии. Администрация США была на грани политического и экономического кризиса. Через год в Кремле американский президент Ричард Никсон и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев подписали временное соглашение по ограничению стратегических наступательных вооружений ОСВ-1. Однако оба лидера понимали, что противостояние продолжалось, а военные заговорили о масштабном переходе на высокоточное оружие. Порой, допустим, уничтожить укрытие многоярусное, можно высыпать десятки, сотни тонн бомб и не добиться цели. И, допустим, одной координированной бомбой нанести удар точечный, можно решить эту задачу. К 1973 году Х-25 была практически готова, но разработчики головки самонаведения не успевали к сроку. Последовали жесткие меры. На НПО «Геофизика», где она разрабатывалась, одна за другой стали приезжать высокие правительственные комиссии. Главный конструктор головки Давид Хароу вынужден был тратить драгоценное время на разъяснение руководству всей сложности использования лазера для военных целей. Но положение ухудшалось от комиссии к комиссии. Тогда смежники решили оттянуть часть гнева вышестоящих инстанций на себя и по очереди придумывали различные дефекты в своих агрегатах, на устроение которых якобы требовалось время. То есть мы получали свою порцию наказания за то, что требуется какое-то время постановки. Наше обещание, что мы наверстаем это время, но мы это заранее знали, что мы, во-первых, это точно будет в срок, потому что у нас этого дефекта просто нет. А у Харола появляется время спокойной работы, а не дергания по соответствующим инстанциям, министерстве, ЦК и так далее. Наконец, головка самонаведения была готова, и теперь наступила горячая пора для конструкторов КБ «Звезда». Чтобы сотрудники не отвлекались на бытовые мелочи, на полигоне во Владимировке построили гостиницу. И когда мы уже переехали в свою гостиницу в те времена, для нас это было очень комфортно. То есть мы имели возможность приготовить себе... У нас была кухня, у нас уже был душ, у нас была горячая вода. Впрочем, на то, чтобы пользоваться всеми этими благами, практически не оставалось времени. Полеты и запуски проходили в течение светлого времени суток, а ночь уходила на доработку ракеты. 1973 год. Самый рассвет популярности певца Валерия Абадзинского. В том же году в Советском Союзе выходит новая пластинка вокально-инструментального ансамбля «Дружба», в котором солирует Эдита Пьеха. Чтобы подчиненные не засыпали от усталости, Вадим Кореньков включал проигрыватель на полную громкость. Если же и это не помогало, тогда он просил одного из сотрудников сыграть на аккордеоне. При этом отсутствие слуха у исполнителя только приветствовалось. В те годы вышло положение, по которому конструкторы, долгое время находящиеся на полигоне, имели право привозить с собой семью. Однако никто этим не пользовался. Когда находишься на полигоне, значит, у тебя нет этого ощущения. Я пришел с работы. Нет такого. Я все время в ней. Нахожусь ли я на территории или нахожусь ли я в коттедже, в домике. Все время, естественно, в состоянии обсуждения с самим собой, поиск каких-то решений. В конце 1973 года на испытание была представлена окончательная версия первой советской ракеты с лазерным наведением Х-25. Пуски проходили на редкость гладко. Конструкторы, хотя и были коммунистами, и в приметы не верили, но каждый раз на всякий случай прибегали к нетрадиционным мерам, чтобы не спугнуть удачу. Когда самолет уже был на рулежке, и когда начинался форсаж, потихонечку мы крестили, конечно, свои ракеты вместе с самолетом. Ну, верили, не верили, но все-таки крестили. Ракета Х-25 была принята на вооружение в 1976 году. Однако необходимость к ней была настолько высокой, что в серийное производство ее запустили еще годом раньше. Первая же партия новых ракет была отправлена в авиационно-штурмовые полки группы советских войск Германии. Ведь именно Европа рассматривалась основным театром военных действий на протяжении последних 40 лет. Комплекс, состоявший из ракеты Х-25 и станции подсветки, стал первой в мире системой высокоточного оружия с лазерным наведением, позволявшей самолету самому обнаруживать цель, наводиться на нее и уничтожать. Лазерный луч станции подсвета наводился на цель. Головка самонаведения ракеты принимала его отражение и брала на автосопровождение. Убедившись в устойчивом захвате цели, о чем сообщала индикация, летчик производил пуск. До попадания требовалось удерживать луч на цели всего 10 секунд, сохраняя угол пикирования и направление на объект атаки. 16 июня 1976 года в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца в присутствии прессы состоялось торжественное награждение ленинскими премиями. Среди лауреатов были Зураб Церетели, Елена Образцова, Иракли Андронников и другие известные люди. Спускаясь по лестнице после награждения, они были немало удивлены, приняв небольшую группу людей, идущих навстречу, за поздравляющих. На самом деле это были специалисты, создавшие первую отечественную высокоточную ракету. Среди них был и Вадим Кореньков. Вся жизнь военных конструкторов тогда была засекречена, и даже свои награды и премии они получали тайно. 70-е годы стали настоящим ренессансом для советской фронтовой авиации. После окончания ядерной эйфории в период управления Хрущева в остребительные полки поступил почти десяток различных типов ракет. Однако у этого многообразия были свои недостатки. Это было связано с тем, что эту ракету необходимо было применять не только на одном типе самолета, а и на других. Су-25, МиГ-27, Су-24. То есть ракета настолько универсальна, и ее применение с установкой на эти самолеты лазерных прицельных устройств позволяло решать ее боевое применение. Еще более остро проблема унификации проявилась с принятием в СССР новой морской доктрины. 21 июля 1976 года на судостроительном заводе в Николаеве был заложен первый советский авианесущий крейсер «Киев». Когда подсчитали, что для выполнения своих задач истребителю-бомбардировщику требуется не менее семи наименований ракет, специалисты пришли в замешательство. И тогда КБ «Звезда» получает задание разработать универсальную ракету, получившую название Х-25М. Идея конструкторов заключалась в использовании модульной схемы. Дальность действия ударного оружия, оно где-то близкое. В основном отличие одной системы от другой закладывается в системе наведения, в типе системы наведения, в боевой части. Но размерность боевой части примерно одинаковая. Примерно. Поэтому вроде как и напрашивается решение, нужно создать какую-то универсальную ракету как носителя сменных боевых частей и системного наведения. События в Афганистане ускорили темпы работы. В 1981 году многоцелевые ракеты типового ряда Х-25М были приняты на вооружении. Впервые за многолетнюю историю нашим специалистам удалось опередить потенциальных противников и создать первую в мире модульную ракету. Ракеты Х-25М предназначались для размещения на самолетах фронтовой авиации, прежде всего на Европейском театре. Но свое боевое крещение они прошли в совсем других условиях. 25 сентября 1986 года. В 3 часа дня засевшая в прилегающих к аэродрому Джалалабада горах группу маджахедов заметила восьмерку советских вертолетов, шедшую на посадку. Под крики «Аллах Аквар!» они выпустили 5 зенитных ракет, 4 из которых нашли свою цель. Уже через неделю видеозапись этого нападения была продемонстрирована в Белом доме. А президент США Рональд Рейган получил сувенир в виде использованного контейнера от первого стингера запущенного в Афганистане. Появление новейших переносных ракет класса «Земля-воздух», считавшихся тогда лучшим оружием американского и даже мирового противовоздушного арсенала, заставило пересмотреть и тактику применения нашей авиации. Летчикам-штурмовикам, до этого летавшим на предельно низких высотах, пришлось подняться выше 3000 метров. Однако при этом резко падала точность бомбардировок. Из Союза в срочном порядке были переброшены ракеты Х-25М с лазерным наведением. Но то, что было хорошо на равнинных полях Европы, оказалось непригодным в горах. Метка, она ходит, так сказать, по склонам непредсказуемо. Естественно, отклонение ракеты выше. Она не укладывается в те нормативы, где бы ее боевая эффективность действительно была высокая. Плюс горная местность, некоторая опасность для летчика создает то, что он просто-напросто не успеет вывезти самолет из спектирования. Решение было найдено в самом Афганистане. Станцию подсветки цели установили на обычный БТР, создав новый вид бронетехники – боевую машину авианаводчика. Первые образцы были собраны буквально из подручных материалов. Вплоть до того, что даже редукторы для энергосистемы, для обеспечения станции подвески, искали на местной свалке, которая находилась от полосы километров в семи. Редукторы стояли на списанных машинах аэродромного питания, АПА. Таставали сами, сами крепили. Вскоре боевые машины авианаводчиков подтвердили свою эффективность. В октябре 1988 года на одной из труднодоступных высот неподалеку от Кабула была обнаружена зенитная установка. Неоднократный наземный штурм позиции не принес никаких результатов. Тогда приказ уничтожить цель получили летчики-штурмовики. Зная о наших высокоточных ракетах с лазерным наведением, маджахеды с помощью иностранных советников нашли довольно эффективное средство защиты. Они жгли автомобильные шины, и луч станции подсветки, расположенной на самолете, терялся в густом дыму. Ракетам никак не удавалось захватить цель. Тогда в дело вступил наземный комплекс авианаводчиков. Штурмовики вышли на второй заход. Набрались терпения, зубы, так сказать, сомкнули. И где-то на дальности не более 6 километров произошел захват. Пустили 4 ракеты, успели. Вот эта, естественно, установка была уничтожена. Уничтожение установки стало полной неожиданностью не только для маджахедов, но даже для советских солдат, осаждавших высоту. Позвонили пехотинцы и спросили, что это у вас было. Говорит, мы видели, какие-то, говорит, белые бревна летели. Но, говорит, установка была уничтожена на ура. Ну, естественно, мы ему не рассказали, не имели права просто. Но этот человек, вот авианаводчик, я знаю, что получил через месяц красную звезду. 1 февраля 1992 года президенты России Борис Ельцин и США Джордж Буш подписали меморандум о завершении Холодной войны. Это событие привело к резкому сокращению оборонных заказов. В государственном научно-производственном центре «Звезда-стрела» решили не переходить на выпуск чугунных печек, а в новых рыночных условиях делать то, что умеет лучше всего – разрабатывать высокотехнологичное оружие. В августе того же года на авиационной выставке «Мосаэрошоу-92» зарубежные специалисты были шокированы новейшими образцами высокоточных авиационных ракет, характеристики которых наголову превосходили аналогичные западные разработки. Им пришлось признать, что нашим конструкторам удалось совершить подлинный прорыв в области высокоточного оружия. Ну, честно, не было такого у меня ощущения, и до сих пор его нет. Обычная работа, но... Как и многие другие, то есть если считать это, так сказать, за какую-то особенную, то это девальвировать все остальное, что ли? В каждом, в каждом деле были свои трудности, свои задачи, свой прорыв. 2003 год. Вы видите уникальные кадры испытания новой ракеты, созданной в НПО «Звезда-стрела». На ней впервые применена система наведения, основанная на использовании спутниковой навигации. спутниковая навигация — это назначение точки в географических координатах, куда должно прийти средство поражения. И это заложено в алгоритм боевой. Точность новой ракеты поражает воображение. На дальности в 40 километров ее отклонение не превышает одного метра. С ростом угрозы терроризма подобное оружие получило название полицейского. Когда нельзя посылать туда людей, или разведгруппу какую-то, или группу уничтожения каких-то отдельных банд, террористов и так далее, вот здесь достаточно использования ракеты. Такое оружие обеспечивает не только круглосуточность, но и всепогодность ведения боевых действий. Основой новой ракеты стала все та же легендарная Х-25. Созданная в разгар Холодной войны, эта ракета впитала в себя самые передовые достижения науки того времени. В результате появилась универсальная модель, которую можно использовать еще не одно десятилетие. Внедрение модульной системы повысило мобильность наших войск и открыло практически безграничные возможности для создания ракет нового типа на основе Х-25, что позволяет и в будущем нашей авиации оставаться одной из самых сильных и технически оснащенных в мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok